Итак, заканчивается период работы Государственной Думы Седьмого Созыва. Остался практически ровно месяц. Чем запомнится и депутатам, и гражданам Седьмая Дума? Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что эта Дума запомнится исключительной реакционностью. А давайте посмотрим. Ведь законы, которые принимались, они шли в ущерб интересов каждого гражданина практически нашей страны. За исключением, конечно, олигархов. Если посмотреть на те законы, которые принимались, начиная от пенсионной реформы и заканчивая репрессивными законами, а особенно последние законы, вот чудовищный закон, который я могу назвать поражение в правах, это антиконституционный закон, вот именно такими законами прославилась эта Дума. Дума наша перестала быть площадкой для дискуссии. У нас сегодня существует одно единственное правильное мнение. Это мнение президента и правительства Российской Федерации. Все остальные мнения исключительно неправильные. Более того, мнение это высказать на заседаниях Государственной Думы становилось все проблематичнее. Почему? Потому что ограничено время выступления депутатов, ограничено количество депутатов, которые могут выступать и так далее. Но я считаю, это не государственный подход. В нашем государстве должны быть услышаны абсолютно все. К сожалению, это далеко не так. Законы защищали исключительно состоятельную часть граждан нашей страны. Вот недавно был опубликован новый список Форбст наших миллиардеров. Со 102 цифра поднялась до 123. Столько у нас долларовых миллиардеров. Более того, 35% от ВВП имеют состояние 200 семейств в нашей стране. Я решила проверить цифру, потому что не всегда доверяю информации, которая приходит к нам из западных, например, источников. Я взяла 7 строчек из 7 наших самых богатых граждан, посчитала, перевела из долларов в рубли, что в итоге у нас получилось. А диапазон получился такой. От 1,3 триллиона рублей состояния 7-го, так скажем, в моем списке, до 2,2 триллионов рублей – это состояние семьи первого в списке. Списки эти в открытом доступе, можно их посмотреть. Посчитав, сложив чисто арифметическое действие, я получила 12 триллионов рублей у 7 граждан нашей страны, у 7 семейств. Хочу напомнить, что общие доходы федерального бюджета на 2021 год – это 18,8 триллионов рублей. И 12 имеют вот эти 7. Это как вообще? Разрыв и децильный коэффициент просто чудовищный. Вот этих людей как раз и защищала Государственная Дума. А сегодня я хочу немножко остановиться на повестке, и я из этой повестки выдернула один закон, который просто режет своей чудовищностью и болью. Что это за закон? А это закон, который позволяет сегодня охотиться на землях сельскохозяйственного назначения, который принимают в угоду группы депутатов, разумеется, из Единой России преимущественно, которые сегодня лоббируют вот эту тему. Это чисто лоббистский закон охотников, это закон живодерский. Более того, дело в том, что даже счетная палата, которая не всегда, так скажем, такую позицию жесткую занимает, заняла эту жесткую позицию. В результате мы имеем что? Мы имеем диапазон вот этот вот, точнее расстояние в 30 километров, которое раньше было и которое непозволительно было использовать ни для чего, кроме аграрных дел, вот, одна аграрных нужд, вот, а теперь все это можно делать, то есть что получится? А не получим ли мы аккуратненькие коттеджики в лесу, которые относятся к землям сельскохозяйственного назначения, которые будут называться охотничьими домиками, запросто получим. Поэтому вот этот лоббистский закон, его нельзя допускать просто, мы будем категорически против голосовать. И таких законов Дума принимала много. Естественно, именно такими законами для народа она и запомнится, потому что народных, чисто истинно народных законов, эта Дума, к сожалению, приняла крайне мало. Доброе утро, дорогие друзья. Я представляю Саратовский одномандатный избирательный округ номер 163. 16 мая состоялись, наверное, последние выборы перед единым днем голосования, который пройдет 19 сентября. Вернее, до выбора освободились очередные округа, 4 избирательных округа, в котором сложили мандаты депутаты областной думы, единороссы. Ну, видимо, я могу предположить, что не хотят отвечать за содеянные, то, что они натворили с саратовцами. Естественно, во время этих выборов не помогло и трехдневное голосование, я его называю трехгневное голосование, потому что вызывало только негодование. Никакие заманухи типа мы придем к вам лично домой, на пеньках, в багажниках, в гаражах, проголосуем, главное, чтобы вы отдали голос за тех кандидатов, которые обещают вам манну небесную. Поэтому изменение избирательного законодательства происходит настолько часто, что даже члены комиссии не успевают его прочитать, не говоря уже изучить серьезно. Поэтому в основном выполняют команды. И естественно, это были вбросы, это отходящие стенки от прозрачных урн, куда можно вложить дополнительные бюллетени, вбросы бюллетеней, неопечатанные урны и, естественно, гонка явки. Там, где были наблюдатели, не удалось нагнать людей, и где-то явка была не более 20%. Там, где коммунистическая партия не смогла закрыть участки, избиратели якобы шли толпами. Но, наверное, самым показательным является округ в городе Саратове, в Волжский район, куда люди пришли отдать свои голоса. Это было 5% явки. Победитель получил 2,5% голосов фактически от тех, кто должен был прийти. И 2000 голосов с небольшим. И это все происходит от того, что избирательное законодательство, оно избирательно по отношению к гражданам определенным. Убрали порог явки, убрали возможность не регистрировать тех или иных кандидатам по разным параметрам, делать двойников и так далее, и так далее. Но этого, видимо, партии власти показалось маловато. Вчера приняли в первом чтении закон изменения в выборах Государственной Думы, потому что они на носу, и нужно сохранить за собой власть во что бы то ни стало. Ссылаясь на Конституцию, теперь у нас модно ссылаться на Конституцию, о том, что сохранить целостность и безопасность нашей страны, хотя порой законы эти не имеют никакого отношения к нарушению целостности, потому что мы считаем, что человек с плакатом, требующий выплатить ему заработную плату или дать работу, никак не претендует на нарушение целостности страны. Но при этом его считают либо террористом, либо экстремистом, потому что он смел, он может заявить о своих требованиях. Поэтому, когда людей задерживают и предъявляют им требования, и говорят о том, что он нарушил закон и совершил преступное деяние, три года назад, пять лет назад, хотя никакого закона, осуждающего подобную ситуацию, не было. Поэтому, ссылаясь на 54-ю статью, на 55-ю статью, забывайте о других статьях Конституции, которые вступили в силу уже и давно работают, о том, что закон не имеет обратной силы. Поэтому только фракция, Коммунистическая партия Российской Федерации в полном составе вчера проголосовала против подобных законопроектов, и три человека от фракции «Справедливая Россия» и «Иванов» от ЛДПР, таким образом, «Единая Россия» протащила новый закон, к тем, который у нас запрещает свобода мыслия, вольнодумие, умение высказать и решимость высказать то или иное замечание, или тот или иной подход к решению проблемы, это запреты митингов, сходов, шествий, участие в различных мероприятиях, выходы из подъезда, где ты говоришь о том, что у тебя тарифы не завышены и так далее, и так далее. Поэтому, когда вчера выступали на Думе, спросили, как же так? В Государственную Думу, по вашему мнению, не могут претендовать кандидаты, которые три или пять лет были причастны к какой-то террористической или экстремистской организации. Слово «причастны» непонятно, их в юридических терминах не существует, и не говорится о том, кто это, руководитель или человек, который принес пиццу, или это охранник, гардеробщик и так далее, главное, что причастны. А это значит, будут выбирать конкретно пофамильно или по названию политической партии, которая не может и не должна участвовать. Поэтому естественный, закономерный был вопрос. То есть жулики, воры, бывшие судимые, имеют право претендовать на участие в Государственной Думе, а человек, который назвал вора вором, который вышел с этим плакатом и назвал фамилию этого человека, он не может, потому что ему приклеят какое-то новое название. Поэтому, конечно, все, что сейчас выхолощивает из избирательного законодательства, все направлено для того, чтобы сохранить власть во что бы то ни стало, любыми методами. Поэтому не удивляйтесь, если будут депутаты, названия народных избранников назначены, хотя и с элементами голосования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова